В прошлый раз мы поднимали тему любви и говорили о том, что же такое настоящая любовь, что такое любовь, как любить и не разлюбливать, как любить всегда, как любить себя в том числе. А сегодня хочется про такой, я называю это диапазоном, про диапазон чувств. От любви до ненависти один шаг, или в каждом из нас есть приятные чувства, прекрасные чувства, и точно так же есть совершенно неприятные нам самим. Когда мы кого-то ненавидим, когда мы кем-то раздражены, то нам самим бывает неловко и неприятно. И вот этот черт, или дьявол, или сатана, как хотите называйте, есть в каждом из нас. Однажды, размышляя о том, как бывает по-разному снаружи, как бывает по-разному в жизни, что-то мы считаем божественным, что-то мы считаем дьявольским, что-то мы считаем совершенно невозможным, я это переложила на себя. Во мне это тоже есть, я это признаю, и у меня вылились все эти мысли, вылились такие стихи, которые называются «Я любовью подчинила черта». Вы уж меня, мужчина, вы меня опять прощаете, я же от себя пишу, от женского имени. Всегда это можно сделать в мужском роде, но сейчас оно в женском, поскольку я писала о себе. И в жизни встречалось много людей, которые для меня сыграли огромную роль и были для меня такими настоящими учителями. Это были и женщины, но чаще, конечно, это были мужчины. И помните, в прошлый раз мы как раз говорили о том, что всегда в мужчинах хочется увидеть Бога и найти учителя, маяк, какой-то путь истинный, что тебе его укажут. Поэтому мы как женщины, мы готовы согласиться с тем, куда нас поведут, и с удовольствием участвовать в этом процессе. Но с другой стороны, у нас тоже есть наши предпочтения, наши желания. И иногда этот черт, этот дьявол, он живет внутри нас очень ярок. Поэтому я не буду занимать много времени, я сразу к стихам, а потом, если вы захотите, мы поговорим, что-то обсудим. Тут будут два термина. Кали-юга, сати-юга. Кали-юга, это ведической традицией считается, что это железный век, черный век, время, которое мы сейчас с вами наблюдаем и в котором живем. И сати-юга, это золотой век, к которому все как раз стремятся и ждут, когда он придет. И одно из ожиданий, это вот приход как раз второй пришествия Иисуса, да, или еще десятое воплощнение в Вишну, приведет нас вот к началу как раз сати-юги. Поэтому там будут два этих термина. Я вас прошу, все-таки вы обращайте это внутрь себя, да, думайте, что это вы слушаете про себя, про то, что происходит у вас внутри. Черт и дьявол, это ваши два, вернее, бог и дьявол, да, это те два героя, которые живут в вас самих и которых можно подчинить, да, одного из которых можно подчинить. Я любовью подчинила черта. Он хотел меня заколдовать. Думал он, что станет моим богом. Черти не умеют ведь мечтать. Я решила, пусть он будет братом. Черта с два он так не захотел. Он решил, что буду ядонкратом, что его поднимет к высоте. Он хотел бы мной и моим царством безраздельно править в сласть тебе. Я бы дала ему и руль, и славу, если б черта не было во мне. Он подумал, это баба сила, пусть она трудится для чертей, пусть работает на благо силам, что ее опустят вглубь земель. Черт с собой хорош был, точно дьявол, вправду мог меня околдовать. Только есть такая штука, память, нам ее дают отец и мать. Он желал, чтобы я ему служила. Беззаветно, верно, до конца. Он хотел, чтобы я себя забыла, чтобы стала паствой без венца. Что ж, давай с тобой мы схлестнемся. Я тебя на небо подниму. Буду для тебя докини горной, покажу, как Бога я люблю. Час настал. В Саите и Вожделенном поднялись мы на небеса. Было все, и радуги смятенья, и гроза, и буря, и роса били молнии, и ветер поднимался. Я кричала, стой, дальше обрыв. Мы с тобой можем сейчас сорваться и пасть в ад. Нам нужен Бога щит. Он не слушала. Ви его стихия. Черный конь, что в бездну унесет. Я просила, подожди, дам силы. Будет тогда все наоборот. Я ему три раза предлагала. Бог с тобой, он видит твою страсть. Поменяй на белую кобылу, и окажешься в раю. Нет, в раз. Он скакнул в пучину ночи черной. И исчез. До утра я ждала. На горе, где танец бесподобный, мы вели у Бога на глазах. Что там в той пучине? Где ты? Как ты? Я могу тебе еще помочь? Может, все-таки вернешься к свету? Бесконечной, кажется, та ночь. Где ты, дьявол, милый мой, любимый? Ну зачем тебе вся эта тьма? Почему ты выбрал нижний полюс? Слишком много силы у тебя? Хочешь власти? Денег? Славы? Женщин? Разве это создаст мир в душе? Ночь закончится, и кали юга тоже. Выходи на свет моих очей. Обернись скорее с сатию югой. Подчиняй любовью и в мечте. Жизнь твори размахом белых крыльев. Поднимись над солнцем в высоте. Черт из два. Ему и там неплохо. У подножья, в цирке и в аду. Говорит, сияй там белым светом. Я тут синим пламенем горю. И сестра мне пишет. Тань, ну сделай что-нибудь, чтобы они договорились между собой. Я родственникам отправила. И я дописала вот несколько еще строчек. Можно ли договориться с чертом? Можно, если ты его найдешь. Если в бездну, в омут своей жизни ты бесстрашно и безудержно нырнешь. Там во тьме души своей огромной ты найдешь и друга, и врага. Там, куда заглядываться страшно, руки не находят и нога. Дьявол ждет, что ты его откроешь. Бог желает познакомиться с тобой. Пусть в гармонии прибудут эти люди, и тогда ты обретешь покой. Ну вот так. Желаю вам всем обрести покой и привести своих Бога и дьявола в гармоничное состояние. Вот все про любовь, все про как раз противоположности, про то, что мы можем доверять друг другу, помогать друг другу, чувствовать, любить и не создавать войну там, где необходимо только доброе взаимодействие. Однако в жизни очень много чертей. Я чертями называю тех, кто прыгает через границу. Вот черти полосатые для меня это те, кто как раз, если вот этот значок иньянь, да, вы себе представите, где тоже о двойственности он в некоторой степени говорит. Есть белая рыбка и черная рыбка. Так вот для меня черти — это те люди, которые никак не могут выбрать, они на белой стороне или на черной. И в процессе обучения, изучения, посвящения себя там во что-то, они все время перемещаются. Они то за белых, то за красных, то за черных, то еще за кого-нибудь. И мы остаемся такими чертями, да, до тех пор, пока не сможем вот эти обе свои половинки познать в полноте, соединить, наполниться любовью к своему, к своей теневой стороне, я так скажу, да, к той своей личности, которая нам не всегда бывает приятной. Слушая стихотворение, понимая попытки объединить в себе совершенно разные и порой противоположные черты, у меня возникла мысль, а где тот третий, который пытается это сделать? Прозвучал черт, прозвучал дьявол, прозвучал бог, а где тот, который страдает от этих двух или получает удовольствие от них? Он как раз себе их и заключает. Это человек. Правильно? Вот они что. И если, вот теперь будет вопрос, если перестать окрашивать любое чувство, отрицательно ли, положительно ли, любое наше чувство, оно одинаково. Мы чувствуем одинаково и ненависть, и любовь, только окраску даем разную. Может быть, в этом и есть ключ примирения двух этих половин. А, скажем, что все белое и примиримых? Нет, нет, чтобы не было хорошо или плохо. Плюс-минус. Пусть не будет ни белого, ни черного, пусть все будет... Сколько там оттенков серого? Да? А где же романтика? Вот, а романтика как раз в диапазоне. Романтика как раз там, что есть абсолютно белое и есть абсолютно черное. Но не должно быть плохого или хорошего. Ну, конечно, мы разумеем. Должно быть хорошо и черное, и белое. Бывает. С разной стороны, но по-разному. Кому-то черное. Спасибо за ответ. И про иньян. Может быть, все-таки... Чтобы вот это вот было, как у нас есть две половинки. Нашли друг друга, и они дополняют друг друга. И помогают сделать вот что-то. У тебя это, а что тут больше. Да, мы все дополняем друг друга и являемся половинками или частями какого-то еще целого. Но мы сами тоже объединяем в себе эти две половинки. Такая матрешка, большая матрешка. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Это было очень интересно. Спасибо. Спасибо.